Подсоединим обкладки плоского конденсатора к выводам высоковольтного источника. Будем менять напряжение на источнике и смотреть, как меняется заряд на одной из обкладок. Подадим на конденсатор напряжение 1 кВт. Перенесем часть заряда с пластины внутрь клетки Фарадея. Электрометр показывает напряжение 10 В. Увеличим напряжение на конденсаторе до 2 кВт. Показания электрометра выросли вдвое. Увеличим напряжение до 3 кВт. Показания электрометра выросли втрое. Таким образом, заряд конденсатора пропорционален приложенному к нему напряжению. Коэффициент пропорциональности между напряжением, поданным на конденсатор, и накопленным на нем электрическим зарядом, называется емкостью этого конденсатора. Емкость обозначается буквой С от английского слова capacity. Чем больше емкость, тем больший заряд можно накопить при данном напряжении. Если при напряжении в 1 Вольт в конденсаторе можно накопить заряд в 1 кулон, то такой конденсатор имеет емкость в 1 Фарад. Эта единица названа в честь Майкла Фарадея. Фарад – это очень большая единица. Обычно емкость конденсаторов измеряют в микрофарадах или в нанофарадах. Емкость конденсатора можно измерять напрямую с помощью мультиметра. Посмотрим, как емкость нашего конденсатора зависит от расстояния между его пластинами. Когда пластины отстоят далеко друг от друга, емкость совсем небольшая – около 12 пФ. Приближаем пластины друг к другу, и емкость растет. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. При зазоре в 1 мм она вырастает до 315 пФ. Вот график, показывающий зависимость емкости от расстояния. За вычетом 12 пФ емкость обратно пропорциональна расстоянию между пластинами. Зарядим конденсатор до напряжения У и отключим его от источника. Заряд на обкладках конденсатора пропорционален его емкости и напряжению. Напряжение – это работа по перемещению положительного единичного заряда между обкладками. Работа равна произведению силы на путь. Поэтому напряжение равно произведению электрического поля Е на расстояние между обкладками D. При сдвигании обкладок заряд на них не меняется, поэтому не меняется и электрическое поле Е. Значит и произведение С на D остается постоянным. И поэтому емкость конденсатора тем больше, чем меньше расстояние между обкладками. Сейчас обкладки конденсатора отстоят на 1 см, и его емкость равна 38 пФ. Вставим между обкладками пластину из оргстекла. И емкость выросла в 2 раза – до 83 пФ. Оказывается, что емкость конденсатора увеличивается, если между обкладками поместить какой-нибудь диэлектрический материал. Объясним, почему это происходит. Во внешнем электрическом поле молекулы диэлектрика поляризуются. Это приводит к тому, что на поверхностях диэлектрика появляются связанные электрические заряды. Они создают свое электрическое поле, ослабляющее внешнее поле, созданное зарядами на обкладках. Если заряды на обкладках фиксированы, значит напряжение между обкладками падает, а емкость, наоборот, увеличивается. Таким образом, для увеличения емкости надо увеличить площадь обкладок, расстояние между ними сделать поменьше, да еще и поместить в промежутке между обкладками диэлектрик, который ослабит электрическое поле и предохранит конденсатор от пробоя. Именно так и устроены многочисленные виды конденсаторов, применяющиеся в электротехнике.